Очень странные ошибки допускают и эффективность какая-то не очень высокая. То есть там, где решение явно должно быть линейным, как вот здесь, понятно, что если я хочу разделять строку на слова четко по разделителям, то ясно, что достаточно один раз просмотреть эту строку. Нет, даже встречались и квадратичные решения, что, в общем, совсем мне не понравилось. В основном все ошибки были потому, что, вот это в эффективности, потому что люди пытались все-таки просматривать строку сначала. Если вы просматриваете строку сначала, то вы и строите ее, ну, вроде бы как сначала. А если вы строите вот окончательный результат, начиная слева направо, то значит, получается, что нужно просматривать каждый раз построенный результат сначала до конца, чтобы что-то там к нему присоединить. Отсюда вот какие-то получаются неэффективные операции соединения строк. Ну, вот здесь у меня представлен рекурсивный вариант решения, который мне тоже не нравился. Рекурсивных вариантов было немного, все-таки народ отнес, соответственно, к тому, что вот надо решение представлять с помощью функции высшего порядка. Но если уж рекурсивное решение представлять, то оно должно быть каким-то вроде вот такого, простое в три строчки решение, где на самом деле строка просматривается с конца. Потому что в основном, что происходит, я делаю рекурсивный вызов здесь или здесь, а потом уже к результату этого рекурсивного вызова что-то добавляю. Добавление происходит в начале строки. Поэтому получается все эффективно. Ну, вот здесь все очень просто. Я начинаю базы рекурсии. Начинаю с ситуации, когда исходная строка пустая. Тогда независимо от разделителя слово только одно, и оно пустое. То есть вся строка представляет собой единственное слово. Ну, и затем, собственно, сама рекурсия. Когда строка исходная не пустая, тогда на самом деле я рекурсивно вызываю функцию от хвоста строки во всех вариантах, а потом обрабатываю этот результат по-разному в зависимости от того, вот этот очередной символ строки является разделителем, делиметром или не является. Если да, тогда я просто начинаю новое слово. Значит, понятно, что новое слово началось. Если это не разделитель, тогда я отделяю первое слово от результата рекурсии с помощью сопоставления с образцом. Вот тоже, кстати, очень удобный способ как-то разбирать результат сложного выражения путем сопоставления с образцом просто. Вот как здесь, в этой конструкции лет. И когда я разобрал этот результат и выделил в нем первое слово и хвост, первое слово обязательно есть, хотя бы одно слово обязательно должно быть, хотя бы пустое, то тогда я вот этот очередной символ добавляю к этому слову. Вполне можно начать писать решение вот с такого рекурсивного варианта, понять, что же на самом деле получается. После того, как оно написано, можно понять, что на самом деле строка разбирается с конца, начиная с последних символов. Ну так рекурсия устроена, и вот здесь мы так ее сделали. Она достаточно эффективна и быстро работает. И если вы это поняли, то вы можете понять, что на самом-то деле, фактически, можно определить вот эту функцию добавления очередного символа. И тогда воспользоваться сверткой. Ну и выполнить вот то условие, которое у нас там было, что вот обязательно воспользоваться функциями высшего, высших порядков. Задача очень простая, поэтому на самом деле, как решать так или сяк, результат получается примерно одинаковый по сложности. Ну вот, удастся мне здесь это сделать. Как тут нажать-то надо? Нет, не получается, что-то у меня... Ну вот вариант нерекурсивного решения с помощью функции высших порядков. На самом деле в точности такой же. Только здесь вот эта рекурсия спрятана в функцию FoldR. FoldR, опять же, потому что мы разбираем строчку, начиная с конца. Все попытки выполнить то же самое с помощью функции FoldL, ну не то, что заранее обречены на неудачу, можно, но они всяко получаются неуклюжими и неэффективными. А вот если мы разбираем строку справа, ну вот все тут получается хорошо. Хорошо. И на самом деле все то же самое. Мы начинаем с базового случая, списка из одной только пустой строки. И вот некая функция Put, которая последовательно выполняется с каждым символом, очередным символом Next строки. LST – это тот список слов, который имеется в текущий момент, в данный текущий момент. Если этот очередной символ совпадает с разделителем, то добавляем очередное слово. Если не совпадает, тогда очередной символ добавляем к первому слову строки. Что-то в этом роде должно было, должно было получиться. Ну, еще раз повторюсь, что здесь не знаю, какой вариант предпочесть. Можно еще рассмотреть вариант решения той же задачи. Уже он тоже рекурсивный, но не по отдельным символам, а сразу по целым словам. Здесь вот можно воспользоваться функцией Break. Тоже встроенная функция высшего порядка, которая делит строку на части, ну вообще любой список на части, тогда, когда находит элемент, удовлетворяющий некоторому условию. Вот функция Break. Я беру исходную строку и прежде всего ищу в ней первый символ, совпадающий с С. В результате строка разделяется на две строки, и результатом функции Break будет пара из двух строк. Все элементы, все символы до первого элемента, удовлетворяющего условию, и все элементы строка, которые собирают все элементы, все символы, начиная с того первого, который удовлетворяет этому условию, то есть начиная с разделителя. Ну а дальше вот опять же рекурсивный вариант. Базовый случай. Если вот этот остаток, есть пустая строка, это значит, что разделителя не нашлось вообще. Это означает, что вот эта первая часть строки, это есть единственное слово в этой строке, оно образует результат. Если же нашелся такой разделитель, тогда мы возьмем Tail от этого REST, отбросим этот разделитель, получим новую строку, начинающуюся с символа, после этого разделителя, рекурсивно вызываем сплит и присоединяем строку W1. Это решение такое, с одной стороны, на верхнем уровне здесь есть явная рекурсия, рекурсивное решение, с другой стороны, мы воспользовались функцией Break для того, чтобы вот этот перебор на внешнем уровне был бы такой вот более короткий, что ли, перебор по словам, а не по символам. Ну, что касается второй задачи, где нужно было разбить числовую последовательность на неубывающие подпоследовательности, то, в общем, на самом деле, я за нее давал на один балл больше, вроде бы она сложнее, но как-то так вот возрастающие подпоследовательность искать чуть сложнее, чем просто делить строчку на слова. Но, тем не менее, на самом деле решение это в точности такое же, едва ли не проще. Ну, вот здесь как раз представлено решение с помощью функции FoldR, где по одному элементу списка, опять же, обрабатывается, и точно так же я начинаю с пустого списка и затем по очереди, начиная с правого конца, беру по одному элементу и обрабатываю его функцией Put. Функция Put берет очередной элемент и смотрит, если оказалось, что в этой строке есть уже некоторая первая подпоследовательность и в ней есть первый элемент Х, и этот Х больше или равен, чем очередной элемент, то я его присоединяю к этой первой подпоследовательности. Во всех остальных случаях я просто образую новую подпоследовательность и присоединяю ее к уже имеющейся. Все остальные случаи – это и случаи, когда с самого начала вообще не было ни одной подпоследовательности еще, то есть исходная подпоследовательность была пустая, и случаи, когда просто началась новая подпоследовательность, там порядок оказался не тем. Очень короткое тоже решение, там буквально в две строчки. Ну, таких решений было довольно много. В общем, хорошо, но, к сожалению, были и совсем другие, гораздо более сложные. Ну, и, наконец, последняя задача, в общем-то, тоже очень простая задача, в которой надо проверить, является ли заданное дерево пирамидой. Ну, мудрили тоже довольно много с этой задачей почему-то. Хотя, казалось бы, все очень просто. Дерево является пирамидой. Если, во-первых, тот элемент, который находится в корне, меньше или равен всех элементов, которые находятся в непосредственных потомках, первое условие, второе условие – все потомки сами являются пирамидами. Все, больше ничего не надо делать. Пишется просто впрямую. Вот тут буквально все это в одну строчку. Если у меня есть дерево, у которого есть узел Н, и список потомков, то я должен проверить, что в этом списке потомков все корни такие, что Н меньше этого корня. Ну, меньше или равно, наверное, на самом деле. Тут у меня, наверное, ошибка. Н должно быть меньше или равно этого корня. То есть суперпозиция двух функций. Одна функция извлекает корень из дерева. Вот она очень простая. Просто потерю уберет его корень. Вторая функция проверяет, что Н меньше вот этого извлеченного значения. И я проверяю, что все непосредственные потомки корня обладают вот этим свойством. Функция Ол – функция, которая проверяет, что все элементы списка обладают заданным свойством. Свойство – это предикат, функция логическая. Здесь это логическая функция. Функция от дерева на самом деле. И вторая часть условия. Опять же, все непосредственные потомки являются пирамидами. Все пишется в одну строчку. И настолько просто, что тут, собственно, и тестировать почти что нечего. Ну, не знаю, почему-то вот с этой задачей больше всего намудрили. Вопросы, предложения, замечания. Поехали в лекцию. Ленивые вычисления. Очень важный аспект функционального программирования. На самом деле, не только функционального программирования. Ленивые вычисления – это вещь, которая, в общем, появилась совершенно независимо от функционального программирования. Просто она очень хорошо ложится на функциональное программирование. Сейчас посмотрим, почему. На самом деле вы все знакомы с ленивыми вычислениями. Вычисления, которые производятся не как написано, а с некоторой задержкой. Ну вот рассмотрим такое выражение. Х равно нулю или у делённые на х больше двух. На самом деле, если вычислять его как написано, то возможно, что возникнет исключительная ситуация, какое-то прерывание произойдёт. Потому что если х действительно равен нулю, то мы сначала вычислим вот эту первую часть, а потом будем вычислять вторую, ну и сломаемся, потому что делить на ноль нельзя. Но вы все прекрасно знаете, что на самом деле ничего такого обычно не происходит. Во всех, скажем так, современных, хотелось сказать, нормальных языках, на самом деле ненормальных, в современных языках. Во всех современных языках на самом деле вычисляется сначала первая часть, и если эта часть уже истинна, то вторая часть вот этого выражения просто не выполняется, не вычисляется. Поэтому никаких прерываний не происходит. В разных языках это описывается по-разному. Например, вот говорится, что операции ИЛИ и ИИ – это вот такие особые операции, которые не обязательно вычисляют значение своих операндов, а вот обязательно вычисляют только значение первого операнда, а второй только если нужно. И это вот специальные свойства этих операций. На самом деле довольно давно уже такой даже термин возник. Маккарти, вот известный логик, предложил просто вводить такую специальную операцию ИЛИ, и специальную операцию И, которые позже стали называться дизюнкция по Маккарти и, соответственно, конъюнкция по Маккарти. Это вот дизюнкция по Маккарти. Маккарти, вот он ввел как раз вот эти условные выражения и вот говорил, что на самом-то деле вычисляться должно вот так вот, в виде такого условного выражения. То есть сначала первая часть, если она истинна, то сразу выдается true, а иначе вот уже выполняется вторая часть. Вот такая операция называется дизюнкция по Маккарти. Допустим, мы не знаем, ну, я вам ничего не говорил про то, как работает это в Хаскел. И мы боимся, а вдруг в Хаскел работает вот не по Маккарти. Вдруг в Хаскел оба операнды вычисляются, а потом уже выполняется операция ИЛИ. Попробуем написать сами безопасную функцию ИЛИ. Вот я ее обозначил тремя такими вертикальными палочками и попробовал ее написать. Ну, в точности, как рекомендовал товарищ Маккарти. А или Б – это вот если А, то true, иначе Б. И теперь пользуюсь этой операцией для того, чтобы все было безопасно. И пишу три палочки вместо двух. Насколько это безопасно? Ну, на самом деле, мы ничего не достигли. С одной стороны, вроде бы, операция выполняется по Маккарти. С другой стороны, ну, теперь это функция. Бинарная функция, функция с двумя аргументами. Функция получает два аргумента. Первый и второй. Ну, и опять же, вообще-то говоря, мы привыкли, что в языках программирования, ну, как говорят, передача аргумента в функцию происходит следующим образом. Вычисляются значения этих аргументов, затем они передаются в функцию, затем начинает работать функция. Поэтому здесь, если действовать вот так, как мы на самом деле привыкли, тоже должно бы сначала будут вычислены оба вот эти операнда, х равно нулю и у, деленный на х больше двух, потом они передаются в эту функцию, и там уже по Маккарти или не по Маккарти все равно оба операнда уже вычислены, и может случиться так, что при х равно нулю будет все нехорошо. На самом деле, должен сказать, что в языке Хаскел и то, и другое выражение безопасное. Потому что механизм передачи аргументов в функцию на самом деле в Хаскел отличается, и во многих других, кстати, функциональных языках тоже, отличается от привычного нам механизма передачи аргументов. На самом деле, в истории программирования существовало очень много разных способов передачи аргументов в функцию, и вот когда языки развивались, то вот и эти способы передачи аргументов в функцию тоже развивались. Вот тот привычный нам, самый простой, наверное, способ передачи аргументов еще в 60-е годы получил название передачи аргумента по значению. То есть вычисляется значение аргумента, передается в функцию, затем функция работает с этим значением. Это, собственно, термин Алгола 60, передача аргумента by value. Разумеется, на самом деле было понятно, что этого недостаточно, и тогда же появился еще второй название для второй способ передачи аргументов, который назывался по наименованию. Но на самом деле это очень сложный способ передачи аргумента, поэтому давайте лучше сначала рассмотрим более простой, передача аргумента по ссылке. Он возможен в том случае, если аргументом является некоторая переменная. Тогда берется не значение этой переменной, а берется ее адрес. Именно ее адрес передается в функцию. И тогда, если функции требуется значение, она по этому адресу выбирает значение. Но функция может еще и записать новое значение в эту переменную. Если я передаю переменную по значению, то функция не может изменить значение этой переменной, потому что передано только значение. Внутри функции образуется новая переменная. Если я передаю аргумент по ссылке, то на самом деле передается адрес, и функция вполне может его использовать для того, чтобы изменить значение переменной. Ну, в языке C такого способа передачи аргументов нету, зато, правда, там есть указатели, и всегда из переменной можно сделать указатель, то есть тот же самый адрес, и передать его значение, значение указателя. Поэтому в C это тоже можно было делать. В C++ появился еще один синтаксис, ну, вот этот амперсант, которым можно предварить имя переменной, ну, или там более сложная конструкция. И в результате тоже оказывается, что мы передаем функцию некоторый адрес, то есть по существу, вот, происходит передача по ссылке. По наименованию это хитрый способ передачи аргумента. Аргумент может быть любым выражением, но непосредственно перед входом в функцию это значение не вычисляется. Но каждый раз, когда внутри функции происходит обращение к аргументу, именно в этот момент начинает работать это выражение. И оно вычисляется. Ну, а дальше уже что получится? Если получится значение, используется вычисленное значение. Если получится переменное, то, в общем, можно использовать и адрес этот. То есть по наименованию это очень сложный способ передачи аргументов, который позволяет на самом деле и значение передавать, и переменные передавать. Более того, позволяет запроцедуривать вычисление вот этого аргумента, по существу передавать функцию рецепт вычисления аргумента. И функция, когда обращается к аргументу, пользуется этим рецептом, запуская каждый раз вычисление. Плохо тут только то, что если функция многократно обращается к одному и тому же аргументу, то, соответственно, многократно происходят и вот эти вычисления. Для того, чтобы этого не было, еще более сложный способ был придуман, способ передачи аргументов, так называемая передача аргументов по необходимости, by need, который работает так же, как передача по наименованию, то есть передается функцию рецепт некоторой. Но при первом обращении функции к этому аргументу происходит работа по этому рецепту, происходит вычисление фактического значения аргумента. Но только один раз, после чего это значение запоминается, и в дальнейшем используется вот это вычисленное значение. Вот этот сложный способ передачи аргументов по необходимости – это тот самый способ, который используется в Haskell везде. То есть на самом деле при вызове функции или любой операции никакие аргументы в момент вызова не вычисляются. Но каждый раз, когда функция обращается к своему аргументу, первый раз происходит действительное вычисление этого аргумента, если происходит повторное обращение к этому аргументу, то используется уже один раз вычисленное значение. Почему этот способ очень мало используется в других языках, не функциональных? Потому что вычисление происходит в такой вот непонятный момент, в момент, когда функция первый раз обратится к своему аргументу. Извне на самом деле не очень понятно, когда это произойдет, когда функция соизволит обратиться к этому первому значению, первый раз к этому значению аргумента. К сожалению, вычисления могут обладать побочным эффектом. При вычислении сложного выражения может что-нибудь произойти. Что-нибудь напечатается, что-нибудь изменится, еще что-нибудь произойдет, вот помимо, собственно, вычисления значения. Если это происходит в какой-то неизвестный заранее момент, то это, в общем, источник ошибок. Поэтому обычно в языках вот такие способы, как передача, как по наименованию и по необходимости, использовать перестали. Вот по наименованию этот способ передачи был одним из основных в алголе 60, но это был, пожалуй, единственный язык, где вот это был основной способ передачи аргументов. Потом про него немножко забыли. Алгол 68 немножко его возродил еще, но там чуть-чуть по-другому все это происходило. Вот. А в функциональном программировании ситуация другая. В функциональном программировании не важно, когда вычисляется значение. Независимо от этого, значение всегда вычисляется чисто. Никаких побочных эффектов не существует. Во время вычисления значения невозможно ничего изменить. Поэтому этот способ оказывается вот не таким влияющим на ошибки. С другой стороны, он позволяет очень много чего сделать дополнительно. Вот этот способ передачи аргументов по необходимости позволяет построить очень интересные структуры. Давайте посмотрим. Да, ну вот, если все аргументы всегда передаются по значению, то про такую схему вычислений говорят, что это энергичная модель вычислений. То есть каждый раз, когда только появляется выражение где-то, оно тут же вычисляется, как только представилась возможность. Когда аргументы во все функции передаются по необходимости, то говорят, что это ленивая модель вычислений. Потому что появившиеся выражения вычисляются только тогда, когда на самом деле в этом есть непосредственная нужда. До тех пор, пока аргумент не нужен, он не вычисляется. Ну и вот, вернувшись назад, если мы используем такую ленивую модель вычислений, тогда, когда мы вызываем вот эту операцию, или нашу операцию с тремя палками, то на самом деле ни первый, ни второй аргумент в этот момент не вычисляются. Начинает работать функция, и начинает работать if. Вот для того, чтобы if отработал, условное выражение обязательно надо вычислить, иначе if не сможет отработать. Поэтому вот этот аргумент a вычисляется. Только в этот момент начинает работать это выражение. и x сравнивается с нулем. Если оказывается, что x действительно равен нулю, то возвращается true, до b дело вообще не доходит. В точности, как мы и задумывали, вычисление идет по Маккарте. И только если a false, тогда только идет обращение к аргументу b, и происходят вот эти вычисления. И точно так же работает и встроенная функция или. Потому что модель ленивых вычислений принято в Хаскеле, в общем-то, везде. Но я скажу, где на самом деле невозможны ленивые вычисления. Ну, чуть погодя. И вот если сравнить эти две модели вычисления, то вот получается примерно следующее. При энергичной модели вычислений все аргументы вычисляются до момента входа в функцию. Причем, если при вычислении аргумента происходит ошибка, то и функция не может быть вызвана, значение функции не определено. Говорят, что функция строгая по своим аргументам. Строгая это означает, что если аргумент хотя бы какой-нибудь не может быть вычислен, то и сама функция не может быть вычислена тоже. В ленивых вычислениях, поскольку аргументы не вычисляются до момента входа в функцию, передаются функции только рецепты вычислений, вычисление происходит только при первом обращении, то функции получаются нестрогими по своим аргументам. Вообще говоря, может оказаться так, что аргумент вычислить невозможно, но значение функции все равно определено, если функция к этому аргументу вообще не обращается. Теперь вот что значит обращается? Ведь на самом деле любая программа функциональная – это суперпозиция функций. То есть каждая функция работает как? Она вызывает другие функции. Если все функции всегда вызываются ленивым образом, то значит, что любая функция вызывает другие функции, те тоже ленивые, свои аргументы не вычисляют. Получается, что аргументы вообще никогда не вычисляются. Конечно, такого быть не может. Есть набор функций строгих, которые могут вычислить свое значение только тогда, когда они вычислят значение своих аргументов. Ну вот, например, все арифметические функции строгие. Ясно, что функции плюс, ну, там бесполезно делать ее ленивой. Что значит, что мы передаем ленивым образом аргументы функции плюс? Что она с ними будет делать? Для того, чтобы получить результат, функция обязана вычислить значение этих аргументов. Многие другие встроенные операции строгие. Ну вот, не знаю, сравнений меньше. Чтобы узнать, что меньше другого, нужно вычислить значение. Это строгие функции. Но попадаются и нестрогие стандартные операции. Ну вот такие, как или. И они по первому аргументу строгие. Первый аргумент обязательно надо вычислить, а по второму аргументу нестрогие. Кроме того, обращение происходит в тот момент, когда происходит сопоставление с образцом. Вот если я вызываю функцию, а в функции есть образцы. Уравнения записаны с образцами. Для того, чтобы понять, какое уравнение должно работать, нужно произвести сопоставление с этим образцом. Для того, чтобы такое сопоставление сделать, нужно аргумент разобрать хотя бы до того момента, когда можно произвести сопоставление. Вот этот разбор аргумента, это тоже обращение к аргументу. Вот если у меня есть список, а у функции есть образец, голова, две точки, хвост, то мне нужно понять, что этот список действительно содержит, по крайней мере, голову и хвост. Вот в этот момент происходит обращение к списку, в нем выделяется голова и хвост, но при этом и все, то есть сам хвост дальше уже не разбирается, потому что не надо. Так что вот тут такое получается не очень энергичное, не до конца вычисление, а только до того момента, когда можно произвести сопоставление с образцом. Но все-таки вот этот момент, когда тоже значение аргумента нужно. У нас есть гарантия того, что обязательно все сопоставление происходит в том порядке, в каком уравнение записано. Ну вот, давайте посмотрим, что же получается от того, что в Хаскел принята ленивая модель вычислений. Ну, во-первых, получается, что действительно все вот такие выражения безопасны, потому что все операции ленивые, и до тех пор, пока не потребуется вычислить значения, они и не вычисляются. Второе, более интересное следствие, что можно работать с бесконечными структурами данных. Бесконечные – это на самом деле потенциально бесконечные. То есть это структуры данных, в которых содержится столько элементов, сколько нужно. А если нужно еще, то всегда можно сгенерировать и еще. И это на самом деле оказывается очень удобно. Вот смотрите, какая любопытная функция. Функция, которая строит список целых чисел из некоторого целого числа. Из целого числа n я строю список с первым элементом n и дальше список, начинающийся с n плюс 1. Вообще говоря, это бесконечный список, начинающийся с n. Конечно, если я попробую вызвать эту функцию и напечатать ее результат, то ничего хорошего не получится, потому что список, который строит эту функцию, бесконечный. Но на самом деле, такие бесконечные списки вполне можно использовать в других функциях. Ну вот смотрите, допустим, я в какой-то ситуации вызвал вот эту вот функцию с аргументом 2. В момент вызова двойка передается, то есть происходит сопоставление с образцом. Ну, здесь сопоставление с образцом очень простое, двойка сопоставляется с n, ничего разбирать не надо, ничего делать не надо, поэтому в этот момент происходит замена вот этого выражения на правую часть. Мы n заменяем на двойку и получаем вот такое выражение. Ну, 2 плюс 1 я сразу сосчитал 3, хотя на самом деле это не делается в этот момент. Получается вот такое выражение. Фактически, это результат функции. И до тех пор, пока нам ничего больше не нужно, вот только это и нужно. Еще раз повторю, что если я хочу напечатать весь список, то мне придется дальше вызвать лист фром 3. И у меня лист фром 3 заменится на такой список, потом лист фром 4 тоже на что-то заменится, и в результате у меня получится бесконечный список, который напечатан быть, конечно же, не может. Но очень часто вполне можно остановиться вот на этом этапе. фром 4 заменится. давайте напишем функцию, которая вычисляет сумму нескольких первых элементов заданного списка. Первый аргумент функции это сколько элементов в сумму взять. Второй аргумент это список целых чисел, которые нужно суммировать. Результат это сумма. очень простая обычная функция, которая, если нужно брать 0, так, сейчас что-то, если нужно брать 0 элементов в сумму, то неважно, какой список суммы получается 0, если нужно брать n, и это n больше 0, то я беру первый элемент e и добавляю к нему сумму n минус 1 элемента хвоста. Эта функция нормально работает, если только список достаточно длинный. Если вдруг окажется, что этот список короткий, то функция сломается. Мы не дойдем до 0. Так вот, в частности, этот список может быть бесконечным. Например, вот я хочу сосчитать сумму первых трех элементов списка натуральных чисел, начиная с двойки. Это бесконечный список. Но вот это выражение можно вычислить до конца и напечатать. Действительно, как оно будет работать? Вызывается функция sum first. Для этого нужно произвести сопоставление с образцами. Сначала с первым образцом, но не сопоставляется, потому что тройка с нулем несопоставима. Поэтому берем второе уравнение, следующее. n сопоставляется с тройкой, а дальше вот образец e двоеточие ls. Для того, чтобы произвести сопоставление, нужно понять, что выдает вот это вот выражение лист from 2. Делается тот самый шаг, один, про который я говорил, шаг вызова, ну, потому что иначе невозможно. И мы получаем, что лист from 2 заменяется на вот это выражение два двоеточия, лист from 3. В этот момент уже можно произвести сопоставление с образцом, поэтому дальше ничего не вычисляется, никакой лист from 3 уже не работает. Теперь e сопоставляется с двойкой, ls сопоставляется с выражением лист from 3. Ну и, соответственно, мы подставляем в правую часть, получаем вот такое выражение. sum first рекурсивная функция. Снова рекурсивный вызов, снова все происходит точно так же, только теперь уже другие там аргументы у sum first. Вместо лист from 3 мы снова получаем три двоеточия, теперь уже лист from 4. Снова заменяем на правую часть после сопоставления с образцом. Еще один раз. И вот, наконец, в этот момент, когда вызывается функция sum first, у нее первый аргумент оказывается нулем, сопоставление прошло по первому уравнению, подчеркивание, безымянная переменная сопоставилась со всем вот этим выражением, но оно не вычисляется, все заменяется на ноль, мы получили ноль, и мы вычислили сумму первых трех элементов бесконечного списка, не строя этот бесконечный список. На самом деле бесконечные списки очень удобно использовать. Действительно удобно считать, что у нас есть список, в котором вот потенциально сколько угодно элементов, и мы можем взять столько, сколько нужно. Поэтому есть очень много встроенных функций и конструкций, которые приводят к образованию бесконечных списков или работают с бесконечными списками. Многие функции, про которые я раньше говорил, что вот это функция обработки списка, и мы, в общем, подразумевали, что это функция обработки конечных списков, на самом деле точно так же хорошо работают и с бесконечными списками. Ну, не все, конечно. Длину списка вы не вычислите для бесконечного списка, чтобы получить длину бесконечного списка ничего хорошего не получится. Вот. Но вот, скажем, можно написать такую вот геометрическую прогрессию, не указывая последнего члена. И это будет означать бесконечная арифметическая прогрессия. Два, три, четыре. Это как раз вот тот самый бесконечный список, который у нас получался с помощью функции list from 2. Ну, соответственно, знаменатель тоже может быть необязательно единица. Вот такая конструкция вполне легальная. Это бесконечный список. Он потенциально бесконечный. На основе одних бесконечных списков можно строить другие списки. Вот, например, список всех квадратов. Я выбираю иксы из списка натуральных чисел и строю новый список из квадратов этих значений. Функции, которые строят или обрабатывают бесконечные списки. repeat. Repeat функция, которая строит список, состоящий из бесконечного числа копий одного и того же значения. Аргумент е выстраивается в список. Можно эту стандартную функцию описать вот каким образом. Результат этой функции есть список ls, где ls есть e двоеточие ls. Вот такая конструкция очень непривычная и совершенно невозможная ни в каком другом языке. Что-то вроде того, что вот x есть x x равен x плюс 1 так и тут вот список ls есть e которому которое присоединяется к самому ls. Тем не менее все совершенно законно. Потому что если спросить какой первый элемент у этого списка ls мы сразу скажем e. А чтобы узнать какой второй элемент нужно обратиться к хвосту то есть опять к ls и у него взять первый элемент и тоже скажем а мы знаем какой у него первый элемент опять e. Поэтому все хорошо. Все работает до тех пор пока нам не понадобится весь список. Ну вот например repeat 5 это список из всех пятерок. Cycle похожая функция которая использует вместо двоеточия соединение списков. Она берет конечный список и образует из него бесконечный список путем его зацикливания. К аргументу ls присоединяется тот же самый бесконечный список. ну вот например cycle такого коротенького списка это вот такой бесконечный список. Очень хорошая функция iterate она позволяет строить список начиная с данного значения и применяя к нему функцию f то есть она берет в качестве первого элемента списка строится сам e потом к этому e применяется функция f заданная первым аргументом получается новое значение и оно снова итерируется поэтому второй элемент списка это будет уже f от e третий элемент списка f от f от e и так далее то есть если у меня есть функция такого наращивания то я могу построить список из вот такой последовательности элементов ну например если в качестве функции взять функцию добавления единицы а в качестве начального значения взять единицу то после применения iterate мы получим опять же натуральный ряд список из всех натуральных чисел ну я потом еще приведу несколько полезных функций обработки бесконечных списков давайте сейчас немножко поиграем с бесконечными списками ну ну вот сначала давайте напишем такую функцию которая по заданному бесконечному списку строит список разностей соседних элементов ну что ж очень просто если список бесконечный то в нем всегда есть по крайней мере два первых элемента x и y я беру разность между ними вычисляю y-x а потом рекурсивно вызывают ту же самую функцию от хвоста списка без первого элемента получается бесконечный список разностей соседних элементов если у меня есть список всех квадратов построенный с помощью такой конструкции то когда я применю к нему функцию div да нет не от ls именно от l l который есть y двоеточие ls нет там все правильно я рекурсивно применяю хвосту вот этому без одного первого элемента x потому что я хочу не список вот из пар первый там второй минус первый четвертый минус третий я хочу список из пар второй минус первый третий минус второй четвертый минус третий пятый минус четвертый и так далее так что нет все правильно вот здесь я сначала строю такой бесконечный список вот этих вот разности последовательных квадратов а потом ну для того чтобы напечатать я напечатаю первые 25 элементов функция тейк возьмет первые 25 элементов списка ну и я по крайней мере получу конечный список смогу его скажем напечатать ну вот результат если запустить эту программу в каком-нибудь интерпретаторе я действительно получу вот эту разность последовательных элементов ну я думаю что для вас неудивительно что это последовательность последовательные нечетные числа разности между соседними квадратами образует вот такую последовательность нечетных чисел на самом деле если еще раз вот к этому списку снова применить диф то мы получим последовательность состоящую из одних двоек ну в данном случае 25 опять же двоек получилось вот они все напечатаны чуть более сложная программа список всех простых чисел всех простых чисел мы уже на самом деле писали прошлый раз программу которая строит список простых чисел до заданного значения смотрите какая изящная программа как работает решето эртосфена я сначала беру список начиная с двух и до бесконечности бесконечный список натуральных чисел начиная с двойки потом я его просеиваю с помощью функции сив функция сив работает следующим образом она берет первый элемент списка е оставляет его в списке а дальше строит новый список убирая из хвоста все элементы делящиеся на е оставляя только те которые не делятся на е то есть я беру один бесконечный список и применяю к нему некую фильтрацию но я мог бы здесь и функцию фильтр вызвать некоторую фильтрацию применяю к нему образуя новый бесконечный список и этот новый бесконечный список я снова просеиваю с помощью той же самой функции сив то есть снова берем первый элемент из этого списка удаляем все делящиеся на него и так далее это классическое решетое ротосфена и программа очень короткая и в общем на мой взгляд довольно наглядная она действительно очень четко показывает что именно делается что делает решето как работает просеивание берет первый элемент удаляет из хвоста все элементы делящиеся на него и дальше рекурсивно вызывает просеивание ну вот если я просто напечатаю выражение праймс то я должен буду получить полностью весь список всех простых чисел ну конечно же он бесконечный поэтому напечатать все мне не удастся можно взять какой-нибудь кусочек этого бесконечного списка можно с ним немножко еще что-нибудь поиграть раз у меня есть все простые числа я могу какие-нибудь там не знаю закономерности поизучать еще что-нибудь например да ну сначала давайте посмотрим как работает эта функция все-таки ну вот может быть не очень так это привычно поэтому давайте посмотрим вот если все-таки я задумал бы вычислить все простые числа напечатал бы праймс как это стало бы работать ну во-первых вот праймс понятно это сив от бесконечного списка всех чисел начиная с двойки значит вот получается такое выражение применяется функция сив функция сив в ней единственный образец для того чтобы он сработал нужно разобрать вот этот результат вот этот бесконечный список до тех пор чтобы вот в нем выделился первый элемент и хвост на самом деле это означает что я выделю двойку и бесконечный хвост начиная с тройки то есть у меня получится что лс это вот этот хвост начиная с тройки и вот я его подставил в правую часть уравнения вместо лс вот этот вот хвост начиная с тройки ну а е это двойка соответственно е заменилось на двойку вот здесь в начале и вот здесь вот там где делится и так мы имеем здесь вот список состоящий из иксов начиная с тройки те которые не делятся на ноль на самом деле это тоже бесконечный список и он тоже строится на самом деле по одному элементу если элемент нужен он берется вот здесь первый элемент нужен в тот момент когда вызывается функция сив ну если она действительно вызывается в этот момент надо взять первый элемент возьмется этот первый элемент опять вот этот бесконечный список разделится на голову первый элемент и хвост мы проверим что эта тройка не делится на два значит мы ее берем и нам следующий элемент не нужен этот элемент будет первым элементом списка, и мы получим Е и ЛС для вот этого второго вызова СИВ. Поэтому следующее выражение получится вот таким. Ну вот я тройку выделил явным образом, а в хвосте остался список, начиная с четверки. Ну и после этого выражение получается вот таким. Ну то есть постепенно действительно строится список всех простых чисел. Два, три, потом мы возьмем список из всех элементов, которые не делятся ни на два, ни на три, и так далее. Работает это достаточно быстро. На самом деле по существу просто берется каждое очередное число и проверяется, делится ли оно на все предыдущие простые числа. На два, на три, потом на пять, потом на семь, ну и так далее. Нет, здесь конечно да, если идут рекурсивные вызовы, то как всегда все хранится на стыке. Поэтому да, если стык небольшой, а список, который вы хотите получить, достаточно большой, то памяти может и не хватить. Но понятно, что на самом деле, смотря что вы хотите. Если вы хотите получить список из, там, не знаю, из десяти тысяч простых чисел, вам нужно место под десять тысяч чисел. Ну, стык размером в десять тысяч, в общем, стык, в котором помещаются десять тысяч чисел, в общем, не такой уж большой. Ну, еще ссылок, да, ссылок на выражение, да, конечно. Нет, конечно, в стыке будет вот не только эти десять тысяч чисел, но и десять тысяч там еще, еще чего-то. Давайте вот с этим полученным списком простых чисел, чего-нибудь поделаем. Например, опять же, возьмем и составим список пар соседних простых чисел. Примерно так, как мы это делали в функции div. Только здесь вот не разность между соседними числами вычисляется, а просто пары строятся из двух соседних чисел. Вот функция pairs строит список пар. Это, кстати сказать, очень такая полезная функция. Функция twins выбирает из всего списка пар пар простых чисел. К бесконечному списку простых чисел primes я применяю функцию pairs, получаю список всех пар соседних простых чисел и выбираю среди них те, разность между которыми равна двум. Ну, это вот так называемые близнецы. Два простых числа, которые... Разность между которыми равна двум. И вот twins – это выражение, которое строит бесконечный список таких близнецов. Известно, что их действительно бесконечно много, этих близнецов. Ну, можно попробовать запустить функцию и, например, найти двухсотую пару близнецов. Вот это вот такие два простых числа. Работает достаточно быстро. Если хотите, могу показать, как это работает. Первые сто девяносто девять элементов придется вычислить, потому что для того, чтобы найти двухсотый, другого способа нету. Я, конечно, не знаю. Может быть, конкретный интерпретатор как-нибудь тут и сэкономит что-то, но не знаю. Думаю, что нет. Да? Да, конечно. Конечно, да. То есть порядок вычислений получается, ну как, слева направо. Порядок вычислений получается слева направо. Мы потом еще про порядок вычислений поговорим немножко позже. Да, можно сказать, что действительно здесь нормальный порядок вычислений. Нормальный в смысле от внешних к внутренним. Ну, так получается просто. Недолго. Вот давайте сейчас как раз у меня вот эта презентация кончилась. Я, наверное, могу показать вам... Нет, не могу. Куда-то я... А, нет, вот и рату, это, наверное, и есть как раз та самая. Ну да, да. Это как раз вот та самая программа, где строится список всех простых чисел. И вот список близнецов строится. Ну, давайте вот возьмем... Что, 200 первых близнецов. Ну, не то чтобы очень быстро. Ну, в общем, и не так уж долго. Да. Это операция взятия n-ого элемента списка два восклицательных знака. То есть список два восклицательных знака число – это взять элемент списка с заданным номером. Нумерация идет с нуля. Так вот, на самом деле, очень многие функции работают с бесконечными списками. У вас вопрос еще, да? Совершенно верно. Так здесь и работает функция шоу. То есть мы, когда выводим что-то на экран, все равно отрабатывает функция шоу. Как она отрабатывает? Точно так же передается этот самый элемент. Если то, что надо показать – это список, то берется сначала первый элемент, вычисляется, потом второй элемент, потом третий элемент. Ленивым образом. Если можно вычислить пятый элемент, он вычисляется и показывается. А только после этого уже начинает вычисляться шестой. Да? Можно еще раз повторить? Конечно. Когда у нас есть список, который обстроится как список квадратов, чисел на одного достания, или в нем 50-й элемент, он должен будет приближаться по исходу. Если что-то на 50-й элемент, или рот в него квадрат, на предыдущий 40-й квадрат, он уличный. 50-й элемент не зависит, а на 40-й элемент. Да, конечно. Если вы хотите взять только 50-й элемент, то вроде бы первые 49-й вам не нужны. Но, наверное, вычислить все-таки их придется. Потому что, боюсь, что все-таки будет построен весь вот этот участок списка. Если эти элементы на самом деле сложные какие-то, а, ну да, вот квадраты, да? Сейчас, квадраты. То там вроде бы только рецепты. Нужны ли сами вот эти умножения? Нет, я думаю, что сами умножения-то производиться не будут. Не должны производиться сами умножения. То есть элементы-то будут построены, но вот это будут элементы, содержащие рецепты. Почему-то у меня в этой презентации нету, что-то, по-моему, у меня какая-то не та версия презентации, нету еще некоторых очень полезных функций работы с бесконечными списками. Давайте я сейчас немножко еще напишу функции. Ну, во-первых, конечно, свернуть бесконечный список невозможно. Вообще все функции, которые работают с правым концом списка, разумеется, к бесконечным спискам неприменимы. Поэтому ни FoldR, ни даже FoldL к бесконечным спискам применять смысла нет. Хотя иногда все-таки что-то похожее на свертку или на итерацию сделать можно. Например, есть вот такая хорошая функция под названием Span. Эта функция немножко похожая на функцию Iterate. Но если Iterate берет исходный список S, берет исходный элемент, извините, E, и строит список путем последовательного применения функции F, то функция Span делает то же самое, сохраняя промежуточные результаты. она берет список исходный L, S, и обрабатывает последовательно элементы следующим образом. Сначала берется первый элемент этого списка. Потом берется этот первый элемент, и применяется бинарная функция F к этому первому элементу и второму элементу списка. Получается второй элемент списка. Сейчас, или как-то не так это работает? Забыл уже, как это работает на самом деле. Надо посмотреть. Вот презентации нет, уже не помню. Давайте я про Span пока не буду сейчас говорить. ZIP. Функция, которая из двух списков, S1 и S2, строит список пар элементов. Прекрасно работает как с конечными, так и с бесконечными списками. На самом деле, все происходит в одной функции герал. Вот эта функция герал строит последовательность членов отложения числа блескута х в ряд первых. Здесь статина распременяется с карты, с начальными значениями единицами, а функция, которая работает с очередными значениями, вот эта бинарная функция АЛИВА, сразу же умножает на х и делит на вторую элементу. Ну и тем самым мы каждый из следующих членов этой суммы получаем с помощью умножения на лиц и деление на чередовое значение в этом мультурном уровне. У нас получается как раз та самая последовательность. Не обязательно использовать эти материалы, эти стилики. Ну а дальше мы решим. Ну вот, есть и еще ряд полезных функций, которые работают с бесконечными списками. На самом деле, если вы, например, уверены, что в вашем бесконечном списке обязательно найдется значение, которое благотворяет этому условию, можно определить функцию Б, для того, чтобы выделить начальную часть бесконечного списка до первого элемента, удовлетворяющего условия. Останется хвост бесконечно. Правда, конечно, если применить брейк бесконечному списку, в котором не один элемент удовлетворяет условия, то этот брейк не сможет закончить работу, но вы сможете убить вот эту первую часть, потому что она уже будет бесконечной. Ну и так далее. То есть очень многие функции в работе с бесконечным списком. И это можно использовать.